Львов очень порадовал погоды, да, все цветет, солнышко светит, говорят, что эти метеоусловия были специально организованы в честь ФОС Ливи-2012, говорят, что несколько дней назад было холодно, да, что несколько дней назад все изменилось в правильную сторону. А вот, ну, я могу сказать, поскольку все-таки я присутствовал не на всех докладах, честно говоря, попробовал немножечко даже чуть-чуть побегать между двумя параллельными секциями, потому что там был интересный доклад, там. Вот, мне возникло такое ощущение, что процент докладчиков, которые сознательно заинтересованы свободным ПО, по крайней мере, живых докладчиков, был выше. То есть конференция стала более ориентированной на свободное ПО и меньше ориентированной на... В общем, есть такие типичные, раньше их называли республиканскими научно-практические конференции, которые в основном практические и может быть, если повезет, научные. Вот. Это очень типичное для ВУЗа явление. ВУЗовская публика, которая очень заинтересована в публикациях, иногда пытается на таких мероприятиях публиковать... Да. Публиковать, может быть, выдержки из методичек, может быть, еще что-то. Не то, чтобы это имело отношение ко Львову, процент такой публики на ВУЗовских конференциях оказывается всегда, я думаю, что абсолютно в любом месте. У меня возникло такое ощущение, что в этом году участие приняли вот именно... Да. Возможно, я все пропустил. Да. Возможно, я пропустил. Возможно, их всех собрали в одном месте. Нет, Дима, не пропустил. Они не приехали. Но они, кстати, как правило, и не приезжают. Это как раз тоже достаточно типичный вариант. Вот. Но те, которые оказываются рядом, иногда приходят сделать доклад. Доклад иногда получается странный. Вот. Потому что такому товарищу часто нечего доложить. У меня возникло сильное ощущение, что если и были, то или не приехали, или, может быть, их был меньше процент именно. Но, опять же, насколько я помню, в прошлом году часть из таких абсолютно случайных докладчиков получила отворот-поворот в смысле рецензирования тезисов. Вот. Поэтому в отношении к свободному ПО, вот вы говорите, что докладов стало немножко меньше, в отношении к свободному ПО, по-моему, все стало лучше. Может быть, имеет смысл на следующий раз подумать, сделать отдельную секцию студенческих докладов даже? Ну, это так, мысли вслух. Да, да. Они всегда чуть-чуть неловко чувствуют. Ну, мне кажется, да. Мне кажется, что в этом году немножко активизировались именно докладчики-студенты. И, возможно, им было бы действительно комфортнее в своей секции. Да, и, кстати, отдельная секция студенческих докладов, она, в свою очередь, стимулирует студентов, может быть, факультетов, может быть, каких-то соседних, сделать больше докладов. Это, в свою очередь, стимулирует их интерес к этой предметной области и обоюдная польза. А у нас, кстати, им за студенческую науку, связанную со СПО, как я на докладе говорил, еще и бонусы перепадают. Вначале мы пытались стимулировать материально этот вопрос, но он себя не оправдывает. А вот взаимозачеты по каким-то дисциплинам... Да, интерес возрастает. Я открою секрет. У нас магистры обязаны иметь публикацию при защите магистров. А курсовики, докладывая на конференции, у орда приходят на защиту курсовых работ, вложат курсовые работы, комиссия говорит, он выступал на конференции. Ставим оценку и все. То есть, есть такой механизм. Да, да, да. Вот. И может быть им отчасти страшновато оставаться на конференцию, в которой для них не заведена отдельная секция, потому что человек подумает и скажет, что у нас сейчас приедут крупные специалисты и сидят у меня с потрохами. Да, да. Один прислал сообщение, что он заболел. Ага. Вон вопрос, тогда может при этом условиях расшириться делегация с Бреста? Запросто. В этом году студенческих докладов с Бреста у нас не было, ну, по внутренним организационным причинам. А так вообще обязательно расшириться. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok